Заседание общественной палаты Одинцовского района открыла исполняющая обязанности руководителя администрации Татьяна Одинцова, которая отметила невероятную работоспособность общественников и передала благодарственные письма от главы района Андрея Иванова. Люди, которые проживают в Одинцовском районе, вам доверяют, показывают реальную помощь. Это не только мы говорим, как заинтересованные лица администрации и глава района, но об этом известно и в Московской области, в правительстве, что наша палата пользуется популярностью, есть отзывы у губернатора, поэтому хочется с вами быть, хочется решать многие вопросы злободневные. Основной темой встречи стало предоставление земельных участков многодетным семьям. О реализации федеральной программы в Одинцовском районе доложил начальник отдела по землепользованию Павел Кошелев. С 2015 года 595 семей получили свои наделы в деревне Труфановка, Болтино, Крымское, Подлипки, Покровское, Якшино. В 2017 году в очередь встали еще 177 семей. В июне были распределены 77 участков. Существуют сложности с формированием, особенно в последнее время. У нас с 2016 года активно 15-го администрация местная и областная взяли за соблюдение архитектурных норм и правил, поэтому очень много налагается обременений, вторые ПСА, ЛЭПы, высокоскоростные магистрали. Все это препятствует предоставлению собственных земельных участков. С вещем очень многие земельные участки выпадают из нашего формирования и переходят в другие степени. Новые возможности в виде земельных наделов обозначили и немало проблем. От многодетных семей посыпались вопросы, почему нет подъезда к участку, как проводить электричество и можно ли снизить земельный налог. Семьи, оформившие документы, получили уведомление о необходимости налоговых выплат за объекты, которыми не пользовались. Каждый массив в отдельности имеет дорога, подключение электроэнергии и все. И составлено, чтобы был примерный график решения этих проблем. И тогда, скажем так, вопросы у всех присутствующих в этом зале сами собой снимутся. По каждому объекту в отдельности. Электричество и дороги. То есть, поскольку электричество – это заявительный принцип оформления, и как раз вот эти документы, которые мы собираемся разослать, то есть там заявление, правоустановочный документ просто прикладывается и заявление. Госпошлина составляет 550 рублей для того, чтобы подключиться ни больше, ни меньше. То есть там нет каких-то нагрузок. 550 рублей госпошлина. Но заявительный принцип – администрация самостоятельно не может на это пойти и самостоятельно идти подключать земельные участки. То есть каждое физическое лицо, а вернее, как мы вначале общались, вот есть представители Покровского, что назначите представителя одного от себя, чтобы не ходить 30 человек все вместе сюда. Один человек приходит, мы с ним общаемся. Насколько я знаю, проблем в родине нет. Со всеми общаюсь, всем все объясняю, как могу. Проведение коммуникации, организации инфраструктуры – ключевые вопросы, которые предстоит решить местным властям в ближайшее время. На недавнем расширенном совещании глава района Андрей Иванов подчеркнул, что реализация программы по обеспечению землей многодетных семей должна быть полностью завершена в 2018 году. Общественная палата продолжит курировать этот вопрос. Очередное распределение земельных наделов, а это более 200 участков, планируется в декабре текущего года.